Здравствуйте! С главными событиями этого дня в студии Ирина Нижалова. Губернатор округа Игорь Кошин принял участие в заседании Государственного совета, посвященного вопросу экологического развития Российской Федерации в интересах будущих поколений. Госсовет прошел в Москве в Большом Кремлевском дворце под председательством президента России Владимира Путина. Это мероприятие дало официальный старт Году экологии в России. Перед Россией стоит задача поэтапного перехода к модели устойчивого экологического развития, отметил глава государства на заседании Госсовета. По его словам, этот вопрос исключительно важный для повышения эффективности всей экономики страны и для улучшения качества жизни граждан, для раскрытия потенциала наших регионов. Владимир Путин напомнил, что наступающий 2017 год объявлен Годом экологии, а экологическое направление заложено в недавно утвержденную стратегию научно-технологического развития России как приоритетное. Хочу подчеркнуть, гигантский, именно гигантский природно-ресурсный потенциал России, безусловно, имеет планетарное значение. Наша страна располагает колоссальными запасами пресной воды, лесных ресурсов, огромным биоразнообразием и выступает как экологический донор мира, обеспечивая ему почти 10% биосферной устойчивости. В ходе заседания глава государства обозначил самые острые экологические проблемы, которые требуют приоритетного решения. Среди них снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоем и в почву, обезвреживание отходов производства и потребления. Требуют внимания и решение проблем энергоснабжения, сохранения лесов, почв, водного пространства, уникальных природных объектов, редких видов животных и растений. Хрупкая экосистема нашей Арктики восстанавливается десятилетиями от самого незначительного ущерба. Поэтому для нас внимание Федерации к вопросам экологии особенно ценно, отметил глава региона Игорь Кошин. С основным докладом выступил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской. В своем выступлении он отметил необходимость развития системы охраняемых природных территорий и сохранения биоразнообразия. В настоящий момент в Неницком округе создано семь особо охраняемых природных территорий регионального значения. Проведены комплексные обследования трех территорий для придания им такого статуса. Это заказники Хайпудырский и Паханческий, а также природный парк Северный Тиман. Всего же к 2021 году в регионе планируется создать пять новых особо охраняемых природных территорий. К уже названным добавятся заказник Вашуткинские озера и самый большой по площади природный парк Югорский.